Культура и искусство в России всегда были одной из важнейших сфер общественной жизни. Россия – особая страна, прежде всего, в географическом отношении. Отдаленность друг от друга культурных центров, наличие большого количества малых и больших городов, иногда затрудненный доступ их жителей к ценностям искусства – все эти факторы имели место быть как в прошлом, так и в настоящем. Закономерно, что художественное передвижничество явилось специфической, исконно русской практикой. Возникнув в 19-м столетии, она стала как никогда ранее актуальна сейчас, найдя свое воплощение в программе «Новое передвижничество». Название говорит само за себя. Главная идея программы – передвижение, то есть распространение пропаганда академического искусства и доступность его для каждого. В 2016 году художественно-просветительской программе «Новое передвижничество» исполняется 25 лет. В четверть вековой юбилеевной в Уральске в ее рамках прошла Всероссийская летняя творческая академия «Рифей». Она стала возможностью поработать под руководством прославленных музыкантов и художников, которые поделились с участниками секретами мастерства, возможностью продемонстрировать свои творческие способности, узнать много удивительных вещей о мире музыки и изобразительного искусства, обрести новых друзей. Десять плодотворных дней, наполненных мастер-классами, занятиями, лекциями и концертами. Десять дней творчества и искусства. У нас большая практика проведения таких крупных, многомасштабных проектов. И у нас даже только в этом полугодии это шестой проект Всероссийского международного межрегионального уровней. Но этот проект особенный, и на мой взгляд, он очень легко родился и осуществился. Но за этой легкостью стоит такой большой титанический труд во благо и во имя новоуральских детей. Прежде всего мы, конечно, заботимся о всех российских детях, но наиболее мы заинтересованы, конечно, пестовать наших талантливых новоуральцев. И для этого приложим все силы. И для этого именно мы приглашаем на нашу территорию. И, конечно, мы хотели бы, чтобы это продолжалось, чтобы это не было одноразовой акцией. Кстати, а почему именно Рифей и что такое Рифей? Оказывается, так античные географы называли Уральские горы. Название Академии говорит о том, что именно здесь, на Урале, в месте, где встречаются Европа и Азия, прошел уникальный творческий форум. Здесь объединились творческие силы талантливых детей из многих регионов России. Опыт и мастерство всемирно известных музыкантов и художников. Действительно, география участников поражает воображение. Москва, Новосибирск, Норильск, Челябинск, Чайковске, Зеленогорск, Нижний Тагил, Красноярск, Лесной Екатеринбург. На Академию съехались ребята со всей страны. Слава народу нашей славы! Боя, дорогая, ваша защитная, Боя, слабое, 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 слабое. Итак, на Всероссийской летней творческой академии РИФИ работа шла по двум направлениям. По двум видам искусства – музыка и живопись. Начнем с художников. Все 10 дней творческой академии участникам сопутствовала отличная погода. Это было как нельзя кстати, ведь основной вид деятельности юных художников в рамках сессии – пленэр, то есть работа художника над живописным полотном на открытом воздухе. И все ожидания художников оправдались. Я жду от академии общения с мастерами, которые могут передать свой опыт, научить чему-то новому, открыть для себя какие-то новые горизонты, в общем, стать опытнее и приблизиться к своей цели. Я жду от этих 10 дней плодотворной работы, скорее опыта, каких-то новых знакомств, полезных навыков, которые я могу приобрести во время этой работы. И, как сказала Алиса, при поступлении мне понадобится живопись. Были приятно удивлены. Очень мягкий, красивый город. Особенно после Екатеринбурга. Мы как-то расслабились, душой тут отдыхаем. Сегодня нашли очень красивые места, дошли до улицы Ленина. Там буквально на пятачке мы нашли огромное количество мотивов для рисования. С удовольствием очень порисовали. Очень интересно посмотреть на других деток, кто как рисует. У каждой школы своя техника, свой стиль. Как много рядом с Новоурайском удивительно красивых мест, где проводились пленеры для участников. Ребята рисовали и у церкви в поселке Верхневенске, и в поселке Калиного на озере. Мастер-классы и творческие мастерские проводила для участников Татьяна Малюкова, член Московского союза художников, старший преподаватель кафедры живописи Московского государственного академического института имени Сурикова. Пленеры вообще проводятся всеми художниками всегда в летний период, ну и осенью, и зимой, но в основном летом. Собираются художники, учащиеся в художественной школе, студенты, кто где. И они выходят на улицу, пишут утром, днем, вечером, пишут этюды с натуры, рисуют. Рисуют и пишут природу. Пленеры проводились и для взрослых участников проекта. В рамках прошедшего на площадке детской художественной школы областного семинара. Он назывался «Практика проведения пленера в детских оздоровительных лагерях». В нашей художке, в лагере дневного пребывания, пленерная практика – хорошая традиция. Она стала примером для других школ региона и России. Этот наш проект влился, очень органично влился, в общую канву мероприятий Всероссийской летней творческой академии РИФИ. Мы сегодня убедились в том, насколько важно и нужно было именно это органичное слияние двух мероприятий. Потому что Татьяна Николаевна Малюкова, старший преподаватель Московского государственного академического художественного института имени Сорикова, эксперт Академии РИФИ, настолько оказалась человеком и интеллигентным, и высокопрофессиональным, что дала оценку практически каждой работе, выполненной преподавателями и учащимися тоже. «Потом здесь очень хорошая территория, рядом с художественной школой, такой маленький оазис, где, ну как бы кусочки, здесь, правда, везде кусочки природы, ну, вернее, большие куски природы. Вот, но важно то, что вот это место, оно рядышком находится с самой школой, где есть и натюрмортный фонд, есть и материалы, все рядом, и можно мобильно выйти, позаниматься с детьми. Здесь тихо, никто не мешает». На семинаре обсудили опыт работы детской художественной школы Новоурайска по предпрофессиональным программам – живопись и декоративно-прикладное искусство, в которых пленэр занимает одно из первых мест. 79 учащихся школы приняли в этой удивительной практике самое активное участие. За 10 дней проведено 15 пленэров, 3 мастер-класса по живописи и графике. И все, без исключения участники, говорят о том, что это бесценный опыт, который должен стать традицией. «Мы вчера были на озере Таватуи, очень здорово, спокойно пописали. И вот сегодня у нас просмотр, и выкладываем то, что написали за два дня, смотрим, обсуждаем. Тут в основном акварель, но есть работы, описанные Масловым. Я писала Масловым». «И уже сегодня преподаватели, подводя итоги, наши гости из городов Сухого Лога, Каменск-Уральского, Кушвы, Леснова, Екатеринбурга, потому что сегодня наши гости говорили и просили нас продолжить эту практику, то есть уже на следующее лето вновь встретиться, вновь вместе пленэрить». Другое направление Всероссийской творческой академии «Рефей» – музыка. Такого разнообразия проведенных мастер-классов детская школа искусственного Уральска еще не видела. Только представьте, за 10 дней на площадке школы прошло 263 мастер-класса от профессиональных музыкантов, 7 больших концертов, а также бесчисленное количество лекций, бесед и просто живого общения. «Они для нас творили, работали с нашими детьми, общались со всеми преподавателями, с жителями города, делились своими впечатлениями. Я думаю, что вот эта атмосфера, дух, который у нас царил, общения, единения, он, конечно же, будет сохраняться в наших учреждениях, я надеюсь. И хочу сказать, что мы очень признательны и благодарны художественно-просветительской программе «Новое передвижничество», потому что благодаря их поддержке вот это мероприятие мы провели». Традиционно самое большое количество участников академии – пианисты. Все они с нетерпением ждали приезда в Новоуральск Натальи Богдановой, преподавателя специальной музыкальной школы Примосковской консерватории. Она – частый гость в нашем городе. Приезжает в качестве члена жюри на конкурс юных пианистов имени Александра Бакулова на сольные концерты и вот теперь как эксперт Летней творческой академии. Разделяешь мелодию и аккомпанемент на первые строчки, вот здесь. Здесь очень хорошо звучит мелодия и не кричат триоли. Вот можешь сделать то же самое здесь? Ну и что? Ну и что? Опять какой-то бурлеж, понимаешь? Как будто ты… О, разрешение мягче такое, как раз. Еще. Теперь назад, назад. Молодец. Да, стоп, спасибо большое. Для меня очень ценно, когда я приезжаю в регионы, в достаточно отдаленные города, увидеть, что талантливые дети есть, особенно маленькие. Их много. Их очень хочется хорошо профессионально учить. Очень хочется помогать не только этим детям, а помогать их педагогам. Чтобы педагоги на местах могли хорошо профессионально работать с талантливыми детьми. Могли хорошо профессионально осуществлять свои педагогические задачи. Поэтому мне кажется, что важность того проекта, который мы здесь реализуем, не только в том, что мы приедем, увидим хороших ребят, поддержим хороших педагогов, обменяемся с ними какими-то впечатлениями, найдем какие-то точки соприкосновения, а может быть выстроим на будущее какую-то творческую, такую образовательную перспективу, чтобы мы могли методически вот этот проект реализовывать и детям помогать постоянно, из года в год. Потому что вот это будет самое ценное. Тогда возникнет какая-то система. После мастер-классов совместные концерты учеников с педагогом, на которых ребята продемонстрировали полученные навыки. На самом деле им представилась уникальная возможность поучиться у профессионала высочайшего уровня, пусть только 10 дней, но и за это время многим удалось вобрать в себя все советы, и как держать руку, и как чувствовать тональность игры, и даже как передать авторское «я» в музыке. Для иногородних участников Академии Рифей творческий симпозиум стал возможностью расширить свои контакты и приобщиться к масштабному культурному проекту. К примеру, в Новурайск на эти 10 теплых дней приехали гости из далекого Зеленогорска, что в Красноярском крае. В первый раз я очень боялась и думала, что она будет злой, строгой. Потом, когда я с ней позанималась, она оказалась очень добрая и дружелюбная, и она мне понравилась, и как бы близкая по характеру, по духу. И мы с ней сдружились, и сейчас занимаемся. Нам повезло, повезло, что нас пригласили сюда. Мы получили огромное удовольствие, во-первых, от уровня, который здесь царит. Все дети играют профессионально. А мы приехали как раз для того, чтобы повысить свой профессиональный уровень. Может быть, для детей это какая-то новая ступень для освоения фротепиано, а для нас, для педагогов, это прежде всего повышение квалификации. Это такой обмен опытом, это обмен энергией, это обмен новыми идеями. Я считаю, это просто необходимо. И жду уже следующего года, потому что обещали, что на следующий год будет еще один слет наших мастеров. И я уже мечтаю о том, что привезу не одну ученицу, а несколько, и уже какие-то новые идеи по репертуару продумываю. Для меня это огромный заряд энергии и интеллектуального какого-то мастерства. Но не только пианисты имели возможность поучиться академическим навыкам игры. Мастер-классы по гитаре тоже имели большой успех. Я толком не знал, что здесь происходит с гитарой и какая будет школа. Я приятно, очень приятно удивлен и организацией всего мероприятия. Надо сказать, что очень замечательный коллектив в школе, в департаменте культуры здесь, с которым мы все подружились, пообщались. Те возможности, те творческие какие-то первые шаги, они закладывались в течение вот этой творческой школы. Пять солистов и один ансамбль – это участники-гитаристы. По сравнению с пианистами их меньше в разы. Однако популярность гитары в Новоуральске возрастает с каждым днем. Многие учащиеся детской школы искусств полюбили и хотят связать свою профессиональную деятельность с этим удивительным инструментом, на котором даже классическая музыка звучит по-особенному. Когда я поступала в первый класс в музыкальную школу, первый год открылась классическая гитара. И родителям это стало интересно. Тут я сильно не выбирала, это выбрали родители. И как-то уже в дальнейшем пошло, затянуло. Очень сильное впечатление, очень сильное впечатление от концерта, на котором мы побывали, услышали игру. И, конечно, сразу появилась мотивация. Захотелось стремиться к такому же. И желание заниматься стало еще больше. Мне было очень интересно. Мой педагог мне все это уже говорил, но я услышала это или с другой стороны, или с другими словами. Мне это очень помогло. Дальше я тоже буду продолжать свое обучение. Тоже пойду в училище. И мне это очень поможет, эти уроки. Сначала было страшно, я стеснялась в каких-то местах. Потом поняла, что он не хочет ничего, кроме того, как помочь нам, что-то рассказать, где-то еще подсказать. Он хочет сделать нас лучше. Любые хорошие начинания важны, как бы сказать, не разово, а должна быть какая-то система. Иначе, как бы сказать, теряется какая-то преемственность. И теряется такой... Сейчас, можно сказать, произошел такой взрыв в Новоуральске в области классической гитары. Мне кажется, кстати, здорово для гитаристов, что есть общение и с другими специалистами. То есть мы не... Как правило, гитара-инструмент такой тихий, интимный. И, соответственно, и характер воспитывается такой более закрытый, что ли. А тут мы как бы в таком широком контексте, что очень приятно. Концерты сборного симфонического оркестра были незабываемы. За 10 дней ребята смогли не только пройти обучение в мастер-классах, но и разучить сложные оркестровые партии. Под руководством талантливого педагога, эксперта Творческой академии «Рефей» Владислава Булахова, который является главным дирижером камерного оркестра времена года, у них все получилось. Даже самые юные музыканты смогли ощутить себя частью большой профессиональной команды. Впечатление очень хорошее. Приятно то, что есть очень талантливые дети, которых, конечно, нужно поддерживать, заботиться, пестовать, их взращивать, поливать, ухаживать, подстригать и прочие вещи. Есть очень хорошие толковые преподаватели, что очень приятно и не очень странно, поскольку все-таки Уральская консерватория – это консерватория очень высокого класса, высочайшего. Вместо того, чтобы гонять мяч в дворе, кататься на велосипеде, проводить время на пляже, эти мальчишки и девчонки занимаются очень серьезной работой. И не потому, что так надо, а потому, что им это действительно нравится. Сложно было в некоторых произведениях. Ну, не так, чтобы прямо делать вообще не мог, но было иногда трудно. А так очень хороший преподаватель, дирижер, вообще суперский. Вот. И работа с ним приятная. Вот. Даже немного чуть-чуть строгий такой. Мне понравилось это тем, что Владислав Игоревич рассказал нам много нового. Мы узнали для себя тоже много нового. И было просто интересно. Мне запомнилось, как Владислав Игоревич нам рассказывал то, что там… Например, переводы слов, которые он нам говорил там. Ну, например, привести можешь? Ну, например, это… Тузамы. Это вместе. Это очень трудный вообще вид музыцирования играть в оркестре. А играть в оркестре с приезжим взрослым и профессиональным музыкантом в войне сложно, потому что они немножко по-другому занимаются, потому что преподаватель должен все выучить, все это расставить. То есть там другая подготовительная работа. В перерывах между лекциями и мастер-классами участники не сидели без дела. Творческая академия дала возможность юным музыкантам показать свои таланты, а всем слушателям приобщиться к миру классики. Сольные концерты Арсения Мерзлова и Ева Геворгян показали, если быть старательным, усидчивым, стремиться постичь вершину музыкального Олимпа, все обязательно получится. Ева Геворгян специально приехала из Москвы, чтобы дать сольный концерт в рамках летней академии. Она занимается музыкой по шесть часов в день. Ее цель – стать музыкантом или же композитором. У меня есть хобби – сочинять свою музыку. Тоже хотелось бы стать композитором. И еще я пишу книги. Некоторые книги я хочу закончить. Тоже еще как писать. А самые юные участники Академии Рифей научились держать внимание зрителя, задорно исполнять произведения из репертуара русского народного творчества. И действительно, смотря на эти юные таланты, хочется подпевать, а то и пуститься в пляс вместе с ними. На лужок, на лужок, лечить, девушек, рожок, весь лук разумеет, чай, да я и лук расслабляет. На весняночка пришла, а что любня принесла? Теплые денежки, а саду цветочки. Кристина Шарабидзе, преподаватель Московского института музыки, не только давала уроки игры на домре, а это ее основная специальность, но и провела несколько мастер-классов по фольклору. Я на этой творческой школе занимаюсь домристами, также мне доверили заниматься с фольклорным ансамблем «Егаза». И надо сказать, что первое мое занятие как раз состоялось именно с этим коллективом. И должна сказать, что вообще я с детьми занимаюсь не так много, то есть в основном мой профиль работы – это более старшие дети, это колледж и вуз. И уж тем более с фольклором я соприкасаюсь скорее породу своей профессиональной деятельности в оркестре. Они невероятны, они дарят массу прекрасных эмоций. И что касается в творческом плане, меня поразило, насколько они восприимчивы. Они очень быстро включаются в работу. И надо сказать, что для детишек такого возраста это очень сложно удерживать внимание, но в целом нам удалось даже буквально за одно-два занятия как-то немножечко какие-то новые цели для них поставить. Итогом летней академии стал большой голоконцерт, на котором участники показали все то, чему научила их творческая смена. Музыканты со сцены дарили зрителям удивительное звучание инструментов и голосов, а юные художники прямо в зале рисовали все эмоции и чувства, которые вызвало в них музыкальное творчество. Это уникальный, мало того, бесценный опыт совместного творчества, союза музыкантов и художников. Музыканты со сцены дарили зрителям Несмотря на закрытость, Новоурайск стал идеальной площадкой для проведения такого мероприятия, как летняя творческая академия. Команда профессионалов, администрация, округа, коллективы, учреждения культуры Новоурайска смогли организовать все на самом высоком уровне. Так, чтобы все гости, эксперты и участники смогли почувствовать открытость нашего города, его высокий культурный потенциал и сильные культурные традиции. И уже смело можно сказать, что такие творческие смены станут именно в нашем городе хорошей традицией. В Новоуральске есть просто команда от главы и до заканчивая завхозом. Потому что с кем, со всеми, с кем я не говорил, а поскольку упомянул завхоза, как вы понимаете, все организовать это тоже надо уметь быстро делать. Наши коллективы, они готовы эту эстафету держать. Мы очень хотим, чтобы дети нашего города имели такую возможность. Каждый год, летом, в начале каникул, когда еще все только-только вышли из образовательного процесса, то есть находятся в великолепной исполнительской форме. Мы живем в эпоху глобализации, когда масс-культура захватила практически все информационное и культурное пространство. Культура высоких традиций осталась на периферии. Тем не менее, Творческая Академия РИФИ еще раз показала, что тяготение именно к высокой культуре в наши дни здесь, в Новоуральске, не только сохранилось, но в определенном смысле обострилось. РИФИ дал возможность непосредственного, живого контакта публике отдаленного закрытого города с подлинными шедеврами мирового искусства, с именитыми профессионалами, деятелями культуры. А мы уже ждем новой Всероссийской Творческой Академии следующим летом в нашем Новоуральске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова